Девушки отдыхают Когда мы беседуем с мусульманами, этот вопрос всегда перед нами возникает. Кто для нас Мухаммад и что для нас Коран? Вопрос возникает по разным причинам. Одна из них в том, что этот вопрос используется в качестве испытания. Согласно Корану, христиане ближе всего к мусульманам поверят. В Коране сказано, что христиане — друзья мусульман. Коран советует мусульманам приходить в гости к христианам, приходить к ним на праздники и приглашать их на свои праздники, праздновать вместе. Иногда меня мусульмане приглашают, например, на праздник жертвоприношения или на праздник Рамадан. Для меня приглашение на их праздники — большая честь. Коран им советует это делать. К нам часто в Сомали приходили мусульмане на рождественский праздник. Коран это не запрещает, а даже плащает. И дальше Коран говорит, да, эти люди — народ книги, они ближе всего к нам, но их нужно испытывать, чтобы убедиться в том, что у них сердце искреннее. Испытание заключается в следующем. Нужно прочитать им несколько стихов из Корана. Если они падут на землю и скажут «Слава Богу! Велик Бог! Сие Слово Божие!» и будут плакать от радости, рыдать от радости при звуках Слово Божие, тогда они искренне. Если не скажут, что Слово Божие, тогда вы узнаете, что сердце у этого человека неискреннее и что он отвергает веру. Тогда с ним нужно быть осторожным. В Великобритании я как-то во время диалогов с мусульманами сказал «Коран заповедует вам, задавайте мне вопросы». Я человек книги, поэтому готов ответить на вопросы. Мой коллега мусульман со смешкой сказал «Да, но Коран меня также предупреждает». «Осторожно, чтобы не увлек тебя, Дэвид». Так что определенная двусмысленность здесь всегда есть. Вот испытание, вот лакмусовая бумажка. Мусульманин вас спрашивает «А что вы думаете о Коране? А что вы думаете о Мухаммеде?» Он таким образом вас испытывает, проверяет. А теперь давайте разделимся на маленькие группы. Пересядьте, пожалуйста, оттуда. Группа по два человека. И обсудим ответ на этот вопрос. Представьте себе, что я мусульманский имам. Вы находитесь в мечети. Сегодня все вы пришли в мечеть. Я вам только что подробно рассказывал, кто такой Мухаммед, что такое Коран. Я имам, и я воспринимаю вас как христианских братьев. Мы ближе всего к мусульманам. И я, имам, спрашиваю вас теперь, что такое Коран? Кто такой Мухаммед? Как вы ответите на этот вопрос? Давайте разделимся на группы. Так а женщин-то в мечеть пустят? Смотря в какую мечеть. Где-то, да, просто отдельно их посадят. Где-то есть особые мечети для женщин. Если пришли христиане, мужчины и женщины вместе, это обычно приглашают вместе пасти, если эта мечеть довольно либеральная. А большинство мечетей в Соединенных Штатах довольно либеральная. Мне, по крайней мере, никогда не запрещали приглашать приводить с собой женщин. И они могут участвовать в ответах на вопросы. Не везде так. В Штатах точно так. Здесь у вас... Я думаю, что если бы вы захотели пойти в мечеть, в вашей либеральной российской атмосфере вас бы пустили. Вы двое, вы двое здесь. И вы двое. Вы, пожалуйста, к Ольге присоединитесь, присоединитесь. Несколько минут. Обсудите, пожалуйста, ответ на вопрос, кто такой Мохаммед и что такое Коран. Итак, я имам Даурд. Я хочу услышать ваш ответ на мой вопрос. Так, ну, конечно, в мечети у вас не будет так много времени, чтобы обсудить и подготовить ответ. Лучше подготовить его сейчас, заранее. Итак, представьте себе, что мы в мечети. Вас сюда пригласили. Я имам Дауд. И вот я вечерком вас спрашиваю, а что вы думаете о Коране, что вы думаете о Мохаммеде? Я проверяю вас. Искренне ваше сердце. У вас сердце или нет? И сначала, что скажут наши женщины? Ну, нельзя оскорблять чувства мусульман. Я бы сказал, что у нас есть много общего с мусульманами. Хорошо, что Коран нас учит любить ближнего. Библия учит тому же. Немножко странно это будет выглядеть, наверное. Да, спасибо. Большое спасибо. Ваша группа? Наверное, для нас Мохаммед — это пророк. Коран — это духовная книга. Там сказано немало интересного, например, о любви, о приятии. Да, то есть вы, по крайней мере, цените Коран. Спасибо. Трудно ответить на этот вопрос, чтобы еще и не убили. Особенно прямо там в мечети. Я бы сказал, что Бог сотворил всех равными, и каждый из нас должен уважать других. Мы должны уважать наших братьев. Братьев ли? Не знаю, братьев, не братьев. Ну, хорошо, уважать мусульман. Хорошо, что Коран говорит о Иисусе Мессии. За счет Мохаммеда я до сих пор не знаю, что сказать. Как ответить на вопрос? Я боюсь ошибиться. Я бы сказал, что Мохаммед был человеком искренним, и сердце его было наполнено Божьим страхом. Он действительно искренне хотел угодить единому сущему Богу. А Коран отражает его понимание Божьего пути, отражает его понимание того, что значит служить Богу. И вы, пожалуйста, две вещи. Во-первых, я бы сказал, если вы верите в пророков, если вы верите в Иисуса, в Забур, Тора и так далее, я бы сказал, что все в Коране должно соответствовать другим пророкам. Бог не может в Слове Своем одним людям говорить одно, другим совершенно по-другому. Я бы сказал, что Слово Бога нужно рассматривать вместе. Мохаммед, я бы сказал, вы его называете пророком. Но всякий, говорящий Слово Божие, пророк. Не все, что он говорил, было Словом Божиим, но когда он говорит Слово Божие, тогда он пророк. В этом плане, когда он говорит Божие Слово, тогда он пророк, но при этом он человек. Хорошо, спасибо за внимательное исследование этого вопроса. Я понимаю, что ответить было нелегко. А вопрос этот задан потому, что мусульманин считает Коран высшим откровением, критерием всякой истины, а Мохаммеда печатью пророков. Верите ли вы, что Мохаммед печать пророков? Верите ли вы, что Коран — это высший критерий истины? Вот это вопрос всех вопросов. Так что вопрос этот очень серьезен. Вопрос, на который я отвечаю с удовольствием. Я рад услышать этот вопрос, а задают мне его мусульмане снова и снова. Я все равно рад. Я рад, потому что этот вопрос открывает для меня дверь для свидетельствования. о Христе. Я пытаюсь сказать вот что. Свидетельство Торы, Забура и Инжила, свидетельство всех священных писаний Божьих, для которых основывается моя жизнь, это свидетельство о Мессии, который есть Спаситель мира. Обещание прихода Мессии начинается с Адама и Евы в Адамском саду, когда Бог обещает, что семя женщины покончит со злом. Что тот, который называется семя, будет ранен в битве, но одержит победу. На протяжении всей Торы мы видим указание на то, что придет однажды Мессия. Он Спаситель. Он единственный главный центр всего поклонения. Я предан Мессии Иисусу Христу, подлинному центру Вселенной, подлинному Спасителю мира. Что же касается Корана и Мухаммеда, вопрос у меня такой, указывают ли они на центральность Мессии Иисуса? Или, может быть, они уводят нас в других направлениях? Этот вопрос к вам, к мусульманам. Ответ нужно давать вам. Я предан Мессии Иисусу. Я через Него спасен. Я последователь Иисуса Христа. Я стою на основании Священного Писания, которое свидетельствует о Нем. Этот вопрос я использую для того, чтобы нести свидетельство о центральности, о главенстве Иисуса Христа в Мессии. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Я с мусульманами общаюсь уже более 40 лет. Они мне всегда говорят одно, говорят одно и то же. Спасибо за ваш ответ. Мы вас понимаем. И про Коран вы говорите то же самое. Да, также подходите к вопросу. Да, также. В Коране многое мне полезно, многое мне помогает. Но на первом месте должен быть Иисус. Для вас, мусульман, слово стало книгой, Кораном. Для нас слово стало плотью, Иисусом Христом. Для меня на первом месте Иисус Христос. Насколько это соответствует Корану, вопрос уже не ко мне, а вопрос к вам. Я посвящен, посвящаю свою жизнь Иисусу Христу. А как нельзя отвечать на этот вопрос? Как неправильно, немудро отвечать на этот вопрос? Какого ответа стоит избегать? Ну, самый главный неверный ответ на этот вопрос, основной, это, собственно, тот, который дают многие христиане. Я даже не хочу повторять то, что говорят эти люди о Коране и о Мохаммеде. Такие страшные вещи. И страшные, и неправильные. Это заблуждение. Мы должны подходить к этому вопросу с глубочайшим уважением и смирением. Используйте открытые двери для того, чтобы свидетельствовать о первенстве и главенстве Иисуса Христа. Когда наши друзья мусульмане отвечают, задают вопрос, что вы думаете о Коране? Это действительно Слово Божие. Что вы думаете о Мохаммеде? Это действительно печать пророков? Я с удовольствием отвечаю на этот вопрос. Это великолепный вопрос, потому что он открывает двери для глубоких бесед о главных вопросах веры. Не мне судить Мохаммеда или Коран. Это не мое призвание. Я призван быть последователем Иисуса, Мессии. Я верю, что полное библейское свидетельство, начиная с Адама, указывает вперед на приход Мессии. В Новом Завете мы читаем, что Он пришел, что в Нем сосредоточена вся истина мира, что Он воплотился, что в Нем Слово стало плотью, что Он спаситель мира. Я ученик Иисуса Христа. Но вопрос вот в чем. Насколько Мохаммед и Коран поддерживают главенство Мессии как спасителя мира? Это вопрос прежде всего к мусульманам. Хотя и к нам тоже, особенно когда мы говорим о Мохаммеде и о Коране. Но главенство для меня за Иисусом Христом. И это соответствует библейскому откровению. При этом, конечно же, я глубоко уважаю Мохаммеда. Он начинает свое служение в Мекке, он проповедует против политеизма. Я тоже против политеизма. Все мы, последователи Иисуса Христа, против политеизма. Его приверженность справедливости и праведности. Он сирота. И Коран постоянно об этом напоминает. Он сирота, о котором позаботился Бог. Коран высоко ставит справедливость и права человека. Все это и для меня, и я согласен со всем этим. Все это очень важно. В Коране немало говорится того, с чем мы, христиане, вполне согласны. Коран говорит об Иисусе Христе. И мы можем только аплодировать. Он родился от Девы. Он Мессия. Слава Богу. Это тоже в Библии написано. Так что в Коране немало того, с чем я вполне согласен. Но прежде всего я верен Иисусу Христу, Спасителю, Источнику всякой истины. Он глава. Он тот стандарт, по которому я оцениваю все религии, все культуры, всех пророков. За ним последнее слово. В послании к евреям. Первая глава. Первый стих. Мы читаем следующее. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отца в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесною престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовало имя. Пророки — это подготовка к приходу Мессии. Он на первом месте. Мы верны Ему. Мы последователи Евангелия. Спасибо за вопрос. Отличный вопрос. Спасибо за то, что вы мне его задали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok